Их ровно столько, сколько колец в главном символе Олимпийских игр. Это самая большая кладка за всё время, отмечают сотрудники комплекса «Чегварское озеро». Первые три яйца появились 8 февраля, а буквально через 2-3 дня самка Луиза высиживала уже 5. Первый птенец вылупился в то самое время, когда шла церемония закрытия пар Олимпиады. Назвать первенство решили Олимпийским именем. Буквально до сегодняшнего дня Олимпик всё время прятался под крылом у матери. А в ночь с 17 на 18 марта вылупились ещё 4 птенца. Теперь они уже все вместе находятся под чутким присмотром родителей. Даже во время водных процедур самец Василий отгоняет других представителей водоплавающих от озера. А вот к людям за хлебом счастливые родители с потомством, конечно, с осторожностью, но подплывают. Найти среди этих пушистых малышей Олимпика довольно сложно. Все птицы одинакового размера. Отличить олимпийского лебедёныша могут только сотрудники Очегварского озера. Пока мать никого не подпускает к своим детёнышам. И только через 5 дней, когда к ним будет доступ, Олимпику сделают специальную метку. Первый раз взять в руки птенцов сотрудникам удалось накануне. Им пришлось буквально бороться за жизнь малышей, причём с родителями. Из-за плохой погоды лебедята стали мёрзнуть, а Луиза и Василий просто не давали подойти к своему потомству. Ну, там уже было без вариантов. Мы уже всё-таки практически насильно забрали птенцов, посадили в коробку, чтобы не потерять нам их. Всё-таки олимпийские наши птенцы. То есть родители до последнего боролись и не хотели? До последнего, да, не давали. Но всё-таки мы, наверное, поняли, что мы делаем добро и всё-таки подпустили. Кстати, имена другим пернатым пока не дали, и руководителю комплекса решили объявить конкурс на лучшие клички для лебедей. Оригинальные имена посетители Очигварского озера должны оставить в гостевой книге. Авторов лучших идей ждёт приз. И сегодня одного из птенца назвали Севой в честь города Севастополя и исторического события присоединения Крыма к России. Имя лебедю дала наша телекомпания. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.